Добрый день, меня зовут Благодарова Ольга, я ветеринарный врач-терапевт клиники в добрые руки. Я хочу рассказать об основных биохимических показателях крови, которые мы берем у животных. Мочевина – это продукт распада аммиака. Частично метаболизируется печенью и выводится почками. Повышение уровня мочевины называется азотемия. Она бывает связана с болезнями почек, это ринальная азотемия, а бывает не связана с почками, пре- и постринальная азотемия. Креатинин – сложное химическое соединение, которое входит в состав мышц. Снижение уровня креатинина бывает при мышечном истощении, голодании, физической нагрузке. Повышение уровня креатинина бывает связано с болезнями почек, а также с пре- и постринальными проблемами. Ферменты АЛТ, АСТ, ГГТ и щелочная фосфатаза. Фермент АЛТ содержится в большую часть в клетках печени. Фермент АСТ содержится во многих тканях организма. Фермент ЧЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА имеет несколько изоформ – костную, кишечную, печеночную. Фермент ГГТ более тропен к системе желчевыводящей. Экскретурная функция печени – это билирубины и желчные кислоты. Повышение билирубинов в крови – желтуха, очень опасное состояние у животного. Желчные кислоты мы исследуем при подозрении на портосистемный шунт, холестаз, болезнь печени. Синтетическая функция печени – это альбумин, общий белок, триглицериды, холестерин, мочевина. Глюкоза крови – очень важный показатель. Повышается при таких заболеваниях, как сахарный диабет, синдром Кушинга, снижается при физической нагрузке, истощении у карликовых собачек при тяжелом течении основного заболевания. Показатель биохимии крови – мочевина. Это продукт распада аммиака, частично метаболизируется в печени, а выводится почками. Повышение уровня мочевины носит название азотемия. Может быть связано с болезнью почек, нефриты, гламеролонефриты. А может быть связано с другими болезнями. Преринальная азотемия может быть связана с панкреатитом, воспалением кишечника, отравлением. Постринальная азотемия может быть связана с мочекаменной болезнью, обструкцией мочеточников или нарушением оттока мочи. Креатинин – это сложное химическое соединение, которое необходимо для метаболизма мышц. Повышение уровня креатинина бывает связано с нарушением работы почек. Снижение уровня креатинина бывает при истощении физических нагрузок. Исследование ферментов биохимии крови – АЛТ. Это фермент содержится во многих тканях организма, в сердце, в почках, в мышцах, но больше всего его содержится в печени. АСТ – тоже фермент, содержится во многих тканях организма, но больше всего в клетках сердца и мышцах, меньше в печени. ГГТ – фермент, содержится в клетках гепатобилиарной системы, повышается при патологиях печени и желчевыводящей системы. Щелочная фосфатаза – существует много изоформ, костная, кишечная, печеночная. И повышение щелочной фосфатазы может быть связано не только с болезнями печени, а также с болезнями других органов. Экскриторная или выделительная функция печени. Для ее оценки исследуют билирубины и желчные кислоты. Повышение билирубина в крови, желтуха – очень опасное состояние у животного. Желчные кислоты мы исследуем при подозрении на ортосистемные аномалии, гепатиты, холециститы. Синтетическая функция печени оценивается такими показателями, как альбумин, общий белок, холестерин, триглицериды и мочевина. Глюкоза – самый нужный показатель в биохимии крови. Его исследуют при подозрении на сахарный диабет. Уровень глюкозы будет выше нормы. Снижение уровня глюкозы бывает у маленьких животных при тяжелом течении основного заболевания, а также при истощении и длительном голодании. Глюкоза повышается у кошек при стрессе. Анализы играют немаловажную роль не только в распознавании заболевания, но и в профилактике. Очень жаль, что многие симптомы мы уже видим при запущенном течении болезни. Поэтому рекомендую вам проводить профилактические исследования рутинных анализов хотя бы один раз в год.